Отношения с младшими. Младшие всегда проявляют себя в отношениях в трёх всегда фазах. Первая фаза — это невежественное поведение. Допустим, младший злится на тебя, обижается, угрюмо себя ведёт, ленится, не выполняет свои обещания. Если это несколько раз повторилось, значит, этот младший находится в состоянии невежества, надо с ним делать максимальную дистанцию. То есть никаких разговоров с ним не надо проводить, ни ему никаких норовоучений читать. В отношениях с этим человеком работает только закон. У вас должно быть всё прописано, за какое нарушение идёт какой поступок. И следуйте этому неукоснительно, пока человек не испугается. Испуг может перевести человека из невежества в страсть, а из страсти в благость. Ну то есть, если человек испугался, вот невежественный, то тогда можно с ним строить более близкие. Ну поставьте, хорошо, спасибо. Можно строить с ним какие-то другие отношения. Итак, первый уровень отношений — это максимальная дистанция от человека, строгость, абсолютная строгость, никаких выяснений отношений, потому что если с этим человеком выяснять отношения, то ты разрушаешь лишь коллектив, он начинает орать, визжать, злиться, депрессировать, обижаться, спиваться, воровать, то есть писать тебе в штаны, короче. Ну то есть ничего хорошего, нет смысла. Ну то есть нужен, допустим, этот человек без него. Ну допустим, у некоторых вот вообще на работе они там, у них бригада грузчиков, допустим, это в основном невежественные люди. И с ними нужно максимальную дистанцию, все по закону, то есть никаких, ничего личного, все по закону. Вот. Добрые, спокойные отношения, можно с ними шутить, но при этом не надо им говорить о политике партии. Бросать мешки не хочешь — штраф, не хочешь больше — увольнение. Все. Простой разговор. Теперь люди в страсти. Следующая категория людей — это понимать другой слой вообще восприятия существования мира. Эти люди очень склонны к успеху. Их мотивирует только успех. Эти люди склонны развиваться очень сильно, склонны учиться, стараться, но цель одна только успех. Они хотят денег. Для них успех означает деньги. Они стараются очень эффективно выглядеть, стараются показать внешне себя очень сильно, стараются вести себя так, чтобы как бы вызывать в себе максимальное какое-то уважение внешнее и так далее. Вот. Как строить с людьми с этими отношениями? Деловые отношения. Деловые означает ставить перед ними задачи, сильно нравственные беседы, вообще не бесполезно с ними вести. Вот. Деловые задачи. Если человек начинает наглеть, а все люди в страсти склонны наглеть, тогда нужно его припугивать чуть-чуть по-доброму. Ну так, допустим, шуточку сказать, что вот так не надо делать, у нас иногда штрафуют за это. Вот. В принципе, этого достаточно, чтобы он испугался и начал вести себя нормально. Но надо знать, что этому человеку нет смысла чего-то серьезное доверять. Эти люди мотивируются только деньгами. Когда у вас в компании просев, эти все люди, они выветриваются. Потому что вы не сможете их удержать. Люди в страсти всегда хотят только успеха. Они живут ради успеха. И они верят в успех. Ну то есть, если человек верит в успех, вот успеха нет, значит, верит не во что. У него теряется вера, уходит. Все. Это значит, что эти люди временно будут с вами. Они никогда не будут долго. Есть люди в благости. Что это за люди? Это люди, которые мотивируются вашей целью в жизни, вами как личность, отношениями мотивируются. Они мотивируются, ну так же деньгами, как все люди на земле. Но это для них не главное. Вот. Люди в благости, если ты строишь с ними деловые отношения, чисто деловые отношения, им это не нужно. Они уходят. Потому что люди в благости, они хотят другого. Они готовы тебе отдать, но ты должен быть с ними, строить с ними ближе отношения. Вкладывать в них личностно, а не чисто формально. Ну то есть, для людей в страсти формальные отношения супер просто. Они нужны, эти люди в страсти. Это основной костяк людей. Вы благостных не найдете много. Но с ними деловые отношения, законы, инструкции, деловой тон с ними. Они очень сильно ценят, уважают. Как только вы к человеку страсти начали, «Вась, как дела? Привет!» Сразу начинает пользоваться человек вами, начинает прогибать вас, чего-то просить. Если вы не дали, он начинает злиться, обижаться, все. Вы нарушили вето, переступили черту, через которую нельзя переступать. То есть, если у человека разум страсти, с ним деловые отношения, дистанция. И, как бы, конечно, его надо поощрять материально, хвалить или немножечко строгости. Ну то есть, вы знаете, это все нужно. Но человек благостей тоже, он тоже есть инструкции, деловые отношения, все. Но он мотивируется только добротой. Вы, допустим, подошли к нему, говорите, «Василий, как дела? Как у тебя семья? У тебя все нормально в жизни вообще? Я так рад тебя видеть. Давно не разговаривали». Все. Три секунды добрых слов, и этот человек для вас сделает все. Потому что он мотивируется только отношениями. Человек благости не мотивируется ни деньгами, ни положением в обществе, ничем. Это ему нравится все, но это для него не главное в жизни. И именно только люди в благости являются самыми верными людьми, они в момент кризиса в производстве все смотаются, кроме этих людей. Они останутся и будут тебе помогать, если ты их продолжаешь относиться к ним в соответствии с их развитием. А они имеют максимальное развитие, эти люди, с точки зрения разума и сердца.